Чтобы иметь в холодильнике вкусное свежее молоко и молочную продукцию, не обязательно покупать домик в деревне и заводить корову. Многих выручают визиты в молочную кухню. Кроме качественного сырья, на таком предприятии должны работать профессионалы. Сегодня новосибирская молочная кухня провела экскурсию для будущих специалистов. Дмитрий Белькевич вникал в тонкости молочного производства. Вот именно отсюда и начинается приготовление молочных продуктов для самых требовательных клиентов – малышей. По молокопроводу молоко сначала сцеживают вот эти фляги, затем их транспортируют в холодный цех. Это своего рода огромный холодильник. Вот выглядит вот так. Вот эти фляги стоят здесь, оставиваются какое-то время, внимательно следят за температурой, ни градусом больше и ни градуса меньше. После того, как молоко некоторое время стоялось, оно идет в горячий цех, который скрывается вот за этими дверями. А тут большое количество разнообразной техники. И в каждом из этих котлов приготовляется свой уникальный продукт – кефиры, бифиды, кефиры, молоко, творог и так далее. Затем все фасуется в упаковку по чуть-чуть и по многу, что называется. Все рассчитано на аппетит малышей, которым эта продукция и достанется. Проблем старой, равно как с сырьем, заквасками и молочными грибами нет. Научились производить в России. А вот кадры остро необходимы, поэтому и решили провести экскурсию для потенциальных работников – нынешних студентов. Есть действительно целая категория практик, основанных на ремесленных навыках. Если ты очень долго работаешь бариста, то первые два месяца ты учишься отличать кофе, через полгода ты умеешь уже гарантированно выдавать результат на любой машине, а через год ты уже прекрасно рисуешь рисунки. Но это все ремесленные навыки, которые по сути своей не требуют глобального образования новых нейронных связей. Но чтобы работать в общепите, а особенно в сфере детского питания, необходимо иметь инженерные знания и навыки, считают в УЗИ. Именно такие знания и позволили Ксении и Франк, руководителю учреждения, поднять его на принципиально новый уровень. Когда стоит вопрос взять человека с улицы и учить его с нуля, и взять человека, который в профессию уже разумно пошел, уже чему-то научился, и адаптировать его к нашему производству – это, конечно, наиболее лучший вариант. Они лучше подготовлены. Кроме подготовки, уверенно, на кухне необходимо и желание, и интерес. На самом деле мне интересна эта тема. Правда, я действительно хотела бы поработать на производстве молочной продукции, либо какой-либо другой, конечно, без разницы. Именно в промышленных масштабах, хоть наша специальность немножко рассчитана на общественное питание, но мне вот именно интересно производство. Пока студенты думают, преподаватели учат, молочная кухня в Новосибирске и области готовится вскоре ввести новый продукт. Он придется по душе и детям, и взрослым. Также предприятие продолжит бесплатно снабжать творожками и йогуртами юных 12 тысяч новосибирцев, относящихся к льготной категории граждан. Дмитрий Белькевич, Евгений Павлов. Новости ОТС.